привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить barrel hill неспешный но очень интересный крутой атмосферный хоррор последней серии мы были свидетелем того как непонятная сила которая обитает в этих местах напала на местную диджейшу если есть такое слово конечно диджейши в общем диджей девушка эмма пострадала от этих непонятных статуи они уничтожили ее собаку и спепелили после чего она сама убежала оттуда после этого мы вернулись на станцию и здесь увидели вернее не увидели услышали как погибает бен вот все что от него осталось но тем не менее теперь мы можем осмотреться в этом офисе давайте же посмотрим что у нас тут ждет так а бен у нас похоже любил кошек и не умел фотографию потому что глаза вон как красным светится выиграйте 2 миллиона фунтов позвонить просто найдите два одинаковых рисунка понятно а это одна и та же похоже калькулятору нам не нужен шарик для гольфа так реклама соков фруктовых черная смородина груши яблоко крыжовник понятно на этом столе у нас ничего важного так подожди батарейки то что нам нужно для металлоискателя больше похоже ничего нет чистая бумага зачем она нам ну видимо пригодится до пепельница бы на нас много курил хотя после того что он повидал это неудивительно нафиг привет ребята это мэгги вы там снимите трубку похоже я сегодня не приду до работы я знаю что кэрол еще не приехала но я чувствую себя просто ужасно не знаю где я подхватила эту простуду вчера еще все было в порядке ладно я еще позвоню вам попозже люблю пациентов с насморком они так прикольно говорят здравствуйте доктор какой-то на тнт да еще есть подожди нету только включение выключение одно сообщение похоже дает когда мэгги заболела помним помним этом записки переписки служебные так но здесь пока что мы ничего полезного нашли хотя как не нашли нашли батарейки теперь можно возвращаться на болото и попытаться этим металл детектором найти что я не знаю но что-то найти план эвакуации хорошо тут у нас тоже что-то за эту дверь не давайте сначала полностью осмотрим офис бедолага бен пустая золотой ячмень чистая вода интересно так от я точно нельзя никак открыть рабочих гостиничном номер один идет ремонт я установил новый код на дверь ну да он нам его давал пожалуйста впустите рабочих когда они приедут и дайте им код они не сказали когда точно приедут но они должны прибыть сегодня интересно какого числа это записка так подожди б вчера я врезался в эту чертова старую машинку для уборки фруктов который стоит в дворе она грохотала как сто чертей не представляю что там у нее внутри может так громыхать разбери ее что ли все равно ее уже не починить только не вздумай заниматься этим во время ночного дежурства джордж джордж это место мега босс похоже так даже че там еще было нет ничего только битое стекло бейсбольный мяч так подожди взял что а я уселся понятно что нам дает то что мы тут сидим ничего какой смысл тогда в этом действии никакого так пульт это бы да это бы ну все по стандарту все спокойно да на заправке что тоже спокойно а вот мы собственно ох не ни хера себе извиняюсь так вот что это за куча лежат ну понятно но мы хотя бы увидели как это произошло да смотри сразу офигеть ну дела так еще тут что то есть ими картин этих камней нет повсюду так ну что можно в холл выходить с этой стороны у нас вход во дворик но там что-то я не знаю ну подавайте посмотрим что у нас тут такое ничего там видолага гбн погиб мини казино бали да бали да что ж такое ненавижу восстание машин нет я уверен что можно выиграть ладно последний пять попыток пятая отлично хорошо что это нам дает монеты по 50 подожди а что-то же продавалось там за 50 по момент ну по крайней мере что-то у нас получилось я честно говоря просто на дуру решил поиграть но это нам помогло мой азарт и вообще человек не азартный но прям захотелось что за трехколесный велосипед ничего полезного похоже так сломанная лестница хорошо но она нам ни к чему похоже так что пусть все режет пока так подожди огнетушитель старый их не так вообще-то нужно складировать как я и говорил тут ничего полезного хотя монетки нашли конечно что за мусорка так ну понятно давайте вернемся на болото поищем там металлоискателем что нужно так как где у нас был автомат по продаже не тот не он а вспомнил не находить придется я уж как-то привык к этому месту поначалу он не пугал так 50 пенсов это не рубли не думаете а а и 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 а и и и и и и и и и мы столько всякой дряни набрали поэтому давайте-ка мы сходим на кухню вот они лежат смотри это я думаю что за куча мусора это это люди если вдуматься то страшно так на кухне может получится же это все как смешать корзинку но сколько всего так нет они комбинируются я зашел даже только по одиночке можно можно только выкинуть вам неважно с этим потом разберемся сейчас у нас есть что делать в квестах самое приятное это именно знать куда идешь как поступить пока что он с этим проблем не было был один небольшой затык конечно но по сути пока что игра не кажется такой уж дико сложной в шорохе было посложнее вот это место конечно все жутко просто послушайте что за звуки постоянно кто-то ходит вокруг так ладно не надо нам ваших помех хорошо что это нам дает и где мне это искать я думаю мы ищем знаете что мы ищем вторую фрагменту этого артефакта и мне кажется я знаю место где он может быть вот либо тут а его включать на так хорошо это что за крокозябра тут такая страшная медуза горгону похоже так чтобы это не было возьмем металлический артефакт понятно хорошо объяснили вполне возможно что нам нужно вот это вот пещера туда будет сходить тень пал на землю и пришло время совершить обряд я пишу эти строки для моих последователей знание должно передаваться из уст и уста вера моя пошатнулась но я знаю что должен сделать на душе моя лежит тяжести разум мой опутан неверием некоторые подозревают меня в связи с культом прошлого в аббатстве есть шпионы они ждут наблюдают приспешники гластенбура подобный клубку ядовитых змей если меня застанут в миг проведения обряда я буду изгнан я мечтаю о мире между всеми религиями но люди этой земли не согнутся в поклоне ибо подобно они этому древнему дубу что стоит здесь надменно и неподвижно они не хотят слушать они не хотят знать они не умеют забывать они помнят пути прошлого ибо они дети этой земли я должен завершить ритуал под покровом ночи приду я к ней просить наставления она поможет мне она знает тайные тропы я должен идти тени становятся все длиннее время пришло как и мой отец я буду готовиться к церемонии тот кто спит не должен пробудиться это судя по всему один из противников того что тут происходило так на все похоже так ага так понятно короче говоря мастерком скорее всего это да так у нас три фрагмента этого артефакта так что все может быть сложнее они взывают к нам из земли и кошмары мучают его ибо видит он мир который не может быть частью его когда-то давно он гордился нами и мы гордились его именем понимая наше предназначение его отсутствие мы приносили подношение его стражам и традиции пересходили из поколения в поколение мы уважали истину и заботились о земле который он так бережно хранил но мы отвернулись от него и теперь он взирает на нас со скорбью хорошо что дальше у нас есть два фрагмента куча непонятных предметов в принципе я даже не знаю что мне делать дальше как обычно бывают такие моменты так у тебя еду можно выключить потому что все что хотели мы нашли так мы хорошо морзу сходим что морс у нас к сожалению далеко не ушел это что это нам даст там дальше у нас протестное движение против этих камней там нам делать нечего там уже все взяли значит попытаемся вернуться на станцию возможно что-то у нас решится телефон и по-прежнему понятно не хочу слушать это неприятно скажите уже где находишься что-то страшное мне кажется я знаю почему все это правда я знаю я наблюдала за собой ты ведь знаешь она идет по твоим следам сначала смотрит потом манит тебя к себе голоса в голове шепот на ветру ты слышишь ты его слышишь да я то слышу так у тебя уже начинает крыша по моему ехать маленькую нет так хорошо что мы делаем давайте вернемся туда около бена то что здесь у нас без изменений зачем я сюда пришел потому что мне кажется что-то лестнице которые я поднимал она все таки что-то нам додаст давать еще раз тут осмотримся тут ничего кроме глушителя да тоже все спокойно что фара что галоген хорошо так вот с лестницей а понятно вот ну хоть что-то честно говоря не очень хочу туда идти на что поделать пускай-то нас отсюда никто не хочет пылищик это так спуск вниз туда мы пока не пойдем осмотримся тут старая машина годов 30-х наверное давайте заглянем в офис августа 73 года офигеть так с 20 числа идет не зачеркнуто запомним это кровь вообще или что это кто-то сюда похоже шел или это какие-то пятна копоти кто ходит кто ходит кто ходит внизу наверно так шахматы ну тут бардак и в принципе ничего полезного похоже да может я не знаю как то там ну ладно куча бычков масленица а это маслом измазано все понятно вон оно че так у нас есть третье жертвоприношение дар масло дар рыба и дар соль я бы в жизни допер конечно это жертвоприношение но мне сказали так и все что ли ну похоже на то ощущение что снизу бабайка уж знаете постав что тут происходит каких-то пауков я не испугаюсь хотя нет ненавижу пауков собачка что темно как то ничего давайте рассмотрим машину возможно в ней найдем что-то полезное номер mbc 666 для чего то нам интересно так ну хорошо я ничего с этим не могу сделать схемы схемы машина конечно явно в нерабочем состоянии после стольких лет ну и тут судя по всему все все что могли мы в этом помещении сделали давайте убираться тогда и оказались мы все там же давайте что ли будем во двор и на этом я думаю завершим на сегодня в принципе мы сегодня добились неплохих успехов это по моему достаточно крутая игра все таки несмотря на то что тут очень мало действия атмосферы и вот именно развитие событий постоянно держит напряжение это на мой взгляд очень круто надеюсь вам нравится так же как и мне будем следить за развитием событий с вами был артур всего хорошего пока 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 пока